Есть в истории люди, которые становятся символами какого-то определенного явления или какого-то определенного события. И вот Александр Невский стал таким символом, стал символом прежде всего воинской доблести. И такие личности часто привлекают к себе внимание публицистов, часто возникает желание разрушить вот этот авторитет, разрушить эту молву о том, что это наш национальный герой. А на самом деле это наш национальный герой, который не только герой-полководец, но он еще и святой, и он еще и в традиции, ну так назовем ее патриотической, символ мудрого правителя. Так что видите, здесь есть очень много о чем поспорить. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала 19 века исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Александр Невский оставил очень мало документов своего правления. Но все-таки кое-что, конечно, есть. Есть знаменитая новгородская первая летопись, которая рассказывает о его действиях в Новгороде. Основные его победы, конечно, новгородские. Есть житие Александра Невского, написанное во второй половине 13 века, то есть вскоре после его кончины. Оно сохранилось, и оно дает тоже кое-какую информацию. Правление Александра Невского можно разделить на два периода. Один период – это когда он действует как новгородский князь, приглашенный новгородцами для защиты рубежей Новгорода от западных соседей. Прежде всего, от рыцарей немецких Ливонского ордена. Ну и, кроме того, там была проблема, связанная с Литвой, которая в это время как раз создает единое государство и начинает очень энергичные военные движения против Руси. Швеция, которая постоянно нападала на новгородские земли. Я считаю, что слава Александра Невского как полководца, она совершенно заслужена. Потому что, ну, помните, Наполеон говорил, поле военных действий – это шахматная доска полководца. И от того, насколько удачно выбрано это поле для сражения, зависит талант полководца. Так вот, исходя из этого суждения, человека, знающего, конечно, о чем он говорил, мы смотрим на деятельность Александра Невского. Он выбрал прекрасное место для ледового побоища. Вот сама по себе эта идея – вытащить рыцарей на лед, причем не просто на лед, а на узмении. То есть в том месте, где озеро сужается и возникает течение, и это течение, оно как бы подмывает лед. И там лед рушится раньше, чем по всему остальному озеру. Нужно было хорошо знать местность, и нужно было догадаться, вытащить рыцарей именно туда, где под ними начинает проваливаться лед, где уже лед подтаял. Это успех, это успех. Или второй его блестящий, конечно, маневр, когда на Неве он разгромил шведов. Он сумел построить свои войска так, что они с двух сторон напали на этот шведский отряд, который высадился там на берегах Невы. И вот с двух сторон, внезапно, и со стороны Невы, и со стороны берега, войско Александра Невского набросилось на шведов. И шведы были разбиты. Произошло 15 июля 1240 года. Вот таким образом, я думаю, что его военная, так сказать, практика, она подтверждает, что он, да, действительно был выдающийся полководец. Другой период его деятельности как правителя, это, конечно, время, когда он стал великим князем Владимирским. И тут уже он возглавляет не только новгородскую политическую систему, но он возглавляет и общерусскую политическую систему. И вот в качестве великого князя Владимирского он представляет Русь перед ханом Золотой Орды, он устраивает какие-то отношения между Русью и Золотордынскими правителями, то есть проявляет себя как выдающийся организатор, выдающийся дипломат. Александр Невский – это удивительный человек, который соединял в себе выдающегося, действительно выдающегося полководца и выдающегося политика. Это качества, которые не всегда совпадают, потому что политик должен быть прежде всего человеком, способным просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед, он должен быть очень вдумчивым таким руководителем. В то время как полководец, как Плутарх говорил, из всех добродетелей одна храбрость сродни безумию. Герой-полководец должен быть немножко безумный, понимаете, такая вот харизма должна быть. Ну, одним словом, это разные качества и не всегда они совпадают, но у Александра Невского они совпадали. Выдающийся полководец, ну, скажем, вспомним мы его финский поход блестящий, когда он зимой повел свое войско на Южную Финляндию, пройдя по льду через Финский залив, неожиданно для них там появился, то есть блестящая совершенно была компания 1257 года, зимняя, зимняя. На лыжах они все шли через этот залив и там напали на шведов, потому что Южная Финляндия была под властью шведов. Это, в конце концов, была война со шведами. Так вот, значит, конечно, Александр Невский получил титул великого князя Владимирского в 1252 году в условиях, когда необходимо было выстраивать отношения с Золотой Ордой. Потому что до этого Орда просто делала набеги и просто грабила русские земли, и никакой перспективы здесь не видно было. Ну и вот Александр, оказавшись на Владимирском престоле, сумел наладить отношения с Ордой таким образом, чтобы это не был бесконечный погром. Но чтобы это была, да, система зависимости, но другого ничего не могло быть, но это была упорядоченная зависимость, зависимость, которая не допускала погромов, не допускала кровопролития. И вот когда Александр пришел к власти, это был 1252 год, стал великим князем Владимирским, после этого 10 лет до его кончины, до 63-го года, не было ни одного ордынского погрома. Русские земли жили спокойно. Но за это ему пришлось 4 раза ездить в Орду. А каждая поездка в Орду – это риск, это постоянное ожидание того, что тебя могут или отравить, или предать, или что-то с этим связанное. Тяжелейшие физические испытания. Он два раза ездил в Монголию. 7 тысяч километров туда и 7 тысяч километров обратно. Так что он взял на себя вот это вот бремя, бремя выстраивания каких-то более или менее мирных отношений с Ордой, зависимых, да, но других в то время просто не могло быть. И выстроить такую систему отношений он сумел благодаря своим талантам, руководителя, безусловно, дипломата, потому что, когда нужно было идти к хану, то тут, ну, я вам скажу только один пример. Это был постоянный страх у всех, потому что, ну, был, например, такой закон, что если человек, входя в ханскую юрту, споткнется о порог, его тут же убивали на месте. Считалось, что это значит, что он пришел с каким-то злым умыслом к хану, и вот он споткнулся. Нужно было все время об этом помнить. А кроме того, нужно было кланяться идолам, золотой идол Чингисхана, или просто куст. Вот у входа в юрту ханскую, там был огромный куст. Что за куст? Никто не понимал сначала русские. А потом им сказали, что это куст, на котором живут души умерших ханов. Вот мы специально возим с собой этот куст, чтобы души, которые вот как птицы, так сказать, порхают, они могли присесть на этот куст. Или, наконец, простейшее требование, которое для русских было невыполнимым, это пить кумыс. У нас считалось, что кумыс – это нечистое питье, и поэтому русские среди пищевых запретов православного христианина чуть ли не на первом месте был кумыс. А в Орде, наоборот, кумыс – это питье, которое пьет вся Орда, и это самый нормальный их национальный, так сказать, напиток. Так вот, когда наши приезжали в Орду, им говорили, пей кумыс. Они не хотели, конечно, как Даниил Галицкий. А потом Батый смотрит, говорит, ну что, не пил раньше кумыс? А Даниил Галицкий говорит, раньше не пил, а теперь выпью. И выпил чару, которую Батый ему подал. А Батый усмехнулся и сказал, ну вот теперь ты наш. Так что я повторяю, что каждая такая поездка была тяжелейшим испытанием. И каждая его поездка была успешной. Ну, достаточно вспомнить последнюю его поездку 1262 года, когда он поехал, чтобы, по выражению летописи, отмолить грозу. А что значит отмолить грозу? Предотвратить мобилизацию русских воинов для войны на Кавказе. В это время правитель Золотой Орды, хан Берке, готовился к большой войне на Кавказе, в Закавказье и со своими родственниками там из другой линии чингизидов. Конечно, нам совершенно нечего было делать в этой военной кампании, но отказаться, и нам пришел, так сказать, приказ хана, что присылайте свои войска, они пойдут вместе с моими на Кавказ. Нам не хотелось, конечно, туда идти. И вот Александр поехал к Берке и по выражению летописи отмолил грозу. Как он это сделал, мы не знаем, но мы знаем, что успех был достигнут, и русские воины не должны были проливать кровь за чужие интересы. Когда начинаем размышлять об Александре Невском, то возникает все-таки такой стратегический, я бы сказал, вопрос. Вот все-таки почему такая фантастическая слава? Почему этому человеку досталась такая слава, что в каждой русской церкви стоит икона с его изображением, в каждой книге по русской истории мы найдем его описание, его подвигов? И вот я проследил по летописям все, что известно о деятельности отца Александра Невского. И получилось удивительное дело. Его отец Ярослав Всеволодович делал ровно то же, что делал сам Александр. То есть гонял шведов на льду, только не озеро, а реки, которая впадает в озеро, громил немецких рыцарей, громил литовцев, которые в это время с востока, с запада появляются. То есть очень похоже, буквально до мелочей сходство. Но отца Александра Невского, Ярослава, никто не знает, был какой-то князь, никого дела нет. А Александр Невский вот так вот прогремел. Почему такое несправедливое, может быть, отношение? А дело в том, что Александр Невский, свои победы, может быть, даже и не очень большие по масштабу, но он их одерживал удивительно вовремя. Вовремя, то есть в условиях, когда Русь только что пережила Батыева нашествие. Когда народ был подавлен, когда люди были либо уничтожены, либо разбежались. И всем казалось, что на Русь обрушился гнев Божий, и с этим ничего нельзя сделать. И это все может кончиться только полным уничтожением русского народа. И вот в этой обстановке нужны были какие-то радостные события. Хоть пусть маленькие, но радостные. Какие-то маленькие победы, какие-то признаки того, что Господь все-таки не оставил русскую землю. Он ее наказал, но он ее по-прежнему любит, он ее милует. И вот победы Александра Невского, они, знаете, вот так просвистели по всей стране именно поэтому. Потому что для народа это был знак того, что Господь любит русскую землю. Что да, тяжелые бедствия на нас обрушились, за грехи наши, конечно, но это может пройти. Мы должны достойно себя вести, мы должны быть хорошими православными христианами. И тогда Господь нас помилует. Знаете, вот был такой известный философ, публицист Василий Васильевич Розенов. А он сказал как-то раз, что у России есть только одна беда. А Россия не уважает сама себя. Это правда. Но Александр Невский как раз образ, который учит Россию уважать саму себя. Концентрированное в этом образе сложилось наше собственное отношение к нашему прошлому. Мы чтим наших великих людей, мы прощаем их мелочи, которые были в обстановке того времени. Но такие люди, как Александр Невский, это опоры национальной исторической памяти. И в этом отношении стремление как-то подкопаться под этот образ, ну, оно выглядит, во-первых, я бы сказал, как-то мелочно, а во-вторых, не исторично. Потому что я повторяю, что невозможно доказать, что Александр Невский что-то реально делал не так, как следует. У нас нет для этого источников. А поэтому мы будем уважать Александра Невского и чтить в нем историческую память своей страны. Субтитры создавал DimaTorzok